Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Нелишние деньги. Виктор Томенко рассказал, куда пойдут дополнительные доходы региона. Президент страны поддержал идею присвоить Рубцовску звание «Город трудовой доблести». И снова деньги не пахнут. Жители домов на канатном проезде устали от соседства с черными осенизаторами. Президент России поддержал идею присвоить Рубцовску звание «Город трудовой доблести». В своем телеграм-канале губернатор края написал, что это абсолютно заслужено. Рубцовску более 130 лет, и он полон трудовых подвигов его жителей. Люди – главное богатство Рубцовска. Труженики помогали фронту в годы Великой Отечественной войны и внесли ощутимый вклад в победу. И в другие сложные периоды жизни город никогда не подводил. Оставался одним из запорных городов края. А в Бийске на улице Васильева вандалы повредили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Следственный комитет совместно с полицией уже ищет подозреваемых. Также ходом дела занялся прокурор региона Антон Герман. Вчера нарушители разбили стекла на памятных цифрах, а также подожгли табличку на мемориале, посвященному 30-летию со дня Победы. Напомним, весной прошлого года здесь открутили цифры с даты 1945, а ранее отсюда вывезли цепь из ограждения памятника. Возбуждено уголовное дело по статье 243 Прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны. Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы. Другой бийский вандал, сломавший звезду в Парке Победы в конце марта, получил за содеянное преступление 400 часов исправительных работ. И к другим темам. Сегодня нашу съемочную группу пригласили жильцы многоэтажных домов на канатном проезде. Люди по нескольку раз за день наблюдают, как в лес заезжают осенизаторские машины, а через какое-то время в дома приходит едкий запах нечистот. Мои коллеги продолжат. Вот они, вот они, девочки, вот они, поехали, вот они. Местные жители нездорово реагируют на осенизаторские машины. Несколько раз за час баки опустошают в лесные колодцы, отравляя жизнь района. Невыносимо в чем? Даже в квартирах пахнет, понимаете? Вот они слив произвели, отследили, быстро спускаемся. Во, невыносимо все люди на улицу вышли. Это что такое? Не знаем, что сливают и куда это сливается. Это уже длится, вот 12 лет мы здесь вот в доме живем, а это длится еще раньше. Наш телеканал наблюдает за душной историей с 2020-го, когда мы впервые поймали здесь за руку черных осенизаторов и даже поговорили, как потом выяснилось, с их начальником. Вон там видит, спросите у кого-нибудь. А где там? Сейчас там никого же нет. Уберите от меня, пожалуйста. Нет, вы скажите. Я не хочу ругаться. Я с вами не ругаюсь, я просто задаю вам вопрос. Я гуляю, хожу по лесу, видите, нет? И гулять не прекращают. Здрасте! Автомобиль скрылся из виду и подозрительно остановился. Этот достопочтенный мужчина меняет уже третий раз точку, ждет, пока мы остановимся, но мы его преследуем. Позже выяснилось, что водитель осенизаторского авто помогал барнаульцу найти в лесу машину, но не на камеру признался, что бывает и сам использует для слива лес. В Барнауле ежедневно сливают больше сотни литров жидких бытовых отходов. Делать это законно можно в трех точках слива – на проспектах Космонавтов, Дзержинского и на проезде Южный. Последние принадлежат компании «Экопорт» на Космонавтов-Водоканалу. В организации нам сообщили, проблема острая, но они не имеют полномочий ловить черных осенизаторов. Поэтому советуют жителям заказывать услугу по вывозу стоков у проверенных осенизаторов. А если вы затекли сливщика в лесу или другом неположенном месте, в водоканале рекомендуют сфотографировать нарушителей и номер машины и передать эту информацию полиции, Минприроды и Управлению Росприроднадзора края. Жильцы канатного проезда составили обращение в АБЭП, прокуратуру и МВД и ждут от ведомств содержательных ответов о том, что сливают в лес на протяжении десятка лет. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. До Верховного суда готовы дойти родственники погибшего фельдшера из Алтайского края. Напомним, медицинского работника насмерть сбила девушка на трассе Новосибирск-Барнаул осень 2021 года. В момент трагедии женщина-фельдшер спасала пострадавших в ДТП. Сегодня родственники погибшей требуют реального срока для виновницы, а не условный, как назначил суд. Валентина Аскерова с подробностями. В декабре прошлого года Новолтайский суд приговорил Дарью Волокитину к трем годам лишения свободы в колонии поселения. Женщина сбила на трассе Барнаул-Новосибирск фельдшера Валентину Катеневу. Медик приехал к пострадавшим в ДТП и стояла на обочине возле кареты скорой помощи. В Волокитина, несмотря на работу спецслужб, даже не снизила скорость. Срок в три года лишения свободы показался мягким для семьи, но тем не менее в целом устроил. Мы не жаждали, как сказать, ей мести, ни крови, но мы согласились с этим. Не согласилась виновница. Подала жалобу в краевой суд. Подсудимой назначили новое наказание. Три года лишения свободы, но уже условно. Но нам это трудно осознавать. Нам просто, не только нам трудно осознавать, и родственникам, и коллегам, и всем, кто знал ее. Нам просто это трудно. Ну как, сейчас можно действительно там соворовать телефон и посадить на три года. А тут человек погиб и по ее вине. Человек должен как-то нести наказание заслуженное. Ну а так на свободе все шикарно живет. Родственники не согласны с решением краевого суда. Подали апелляционную жалобу в Кемеровский суд. Суд удалился на совещание. Через три минуты ровно выходит судья и сказала, в жалобе нам отказать. Семья погибшей ежедневно на связи со своим адвокатом. Готовит жалобу в Верховный суд. Очень тяжело, очень. Мы никак не можем согласиться с вот таким приговором. И никогда не согласимся, наверное, пока не найдем правды. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. На беду фермера из Михайловского района, у которого сожгли сельхозтехнику, откликнулась вся страна. Жители России поддерживают финансово и помогают восстановить машины, которые в срочном порядке необходимы для заготовки сена. Старенькая, но работает. Восстановленные сельхозмашины уже вышли в поля. Напомним, поджог сельхозтехники у аграриев Первомайского и Михайловского районов поставил на паузу сбор урожая и заготовку сена. Наш телеканал подробно рассказывал о случившемся. В считанные дни пострадавшим удалось восстановить часть машин, что-то даже приобрести благодаря помощи неравнодушных. Однако погодные условия пока не позволяют работать в полную силу. На сегодняшний день у нас восстановлен пресс-подборщик Сенокоска. Все готово к эксплуатации. Но погодные условия мешают нам заготовить корма. Идут дожди. Аграрии надеются, что в ближайшее время начнется потепление. В противном случае крестьяне из Первомайского не успеют убрать зерновые. А фермеры из Михайловского заготовить еду для целого стада коров. В скором времени в крае смогут перерабатывать в среднем на 90 тонн молока больше, чем сейчас. Об этом заявили участники заседания по обеспечению экономической стабильности региона. Они же отметили, что благодаря улучшению социально-экономического климата в крае растут доходы бюджета. Так, дополнительные средства – 3,5 миллиарда рублей – губернатор распорядился направить на несколько направлений. Куда пойдут деньги? Об этом в сюжете. Экономическая стабильность региона. Этому вопросу посвящено отдельное заседание в правительстве края. Его участники вторят одно – статистика радует. За 7 месяцев уходящего года, говорят докладчики, подросли все основные показатели. И особенно они заметны в промышленности. Плюс 6% производства к уровню прошлого года. А это выше, чем в среднем не только по Сибири, но даже по России. Основное влияние на высокую динамику этого показателя оказывает рост производства автокомпонентов. Это почти 140% увеличение котельного оборудования и продукции оборонно-промышленного комплекса – почти 125%. То есть плюс 25%. Выпуск кокса – почти плюс 7%. Химических веществ – тоже около 7%. А также производство пищевых продуктов – плюс 13,6%. И энергетика – более 8%. Растут обороты предприятий, растут инвестиции. И многие частные задумки поддерживают власти. На комплексном сопровождении региона, говорят на заседании, 70 крупных проектов в разных сферах экономики – промышленности, туризме и сельском хозяйстве. Среди них два больших молочных хозяйства. Одно недавно заработало в Заринском районе, другое скоро откроют в Тольменском. А это несколько сотен новых рабочих мест и рост объемов переработки. Итого почти около 90 тысяч тонн молока будет добавлено в общее производство для переработки на пищевых предприятиях Алтайского края. А еще, отмечают чиновники, безработица падает, а зарплата растет. Причем, как выясняется, не только номинальная, но и реальная. Ее средний размер в крае подсчитали ответственные 43 тысячи рублей. Развитие промышленного сектора и экономики в целом, говорят на заседании, и на общей казне отразилось. Доходы бюджета края выросли на 3,5 миллиарда рублей. Смотрите дополнительные направления расходов наших бюджетных средств. Доходы надо предусмотреть в бюджете, которые поступят, и, соответственно, готовить корректировку бюджета на увеличение расходов. Губернатор отметил, дополнительные доходы – не лишние деньги, их есть куда направить. Но прежде всего, подчеркнул Виктор Томенко, средства пойдут на сельское хозяйство, подготовку к зиме и ремонт дорог. Елена Макаренко, День с толком. Больше ста новых автомобилей накануне отправились в города и районы края. Ключи губернатор Виктор Томенко вручил руководителям больниц, поликлиник, школ и учреждений социальной защиты населения. Это уже не первое пополнение автопарка в этом году, но первое столь масштабное. Подробнее у Татьяны Голубевой. Просьба медиков выполнена. В медучреждения края отправились 20 скорых и 77 машин для неотложной медпомощи. Но прежде весь новенький автопарк собрали на площади Сахарова. Даже визуально масштаб очевиден. Каждому автору, руководителей поликлиник и больниц уже определено свое предназначение. К примеру, одна из двух новых машин 14-й городской будет обслуживать вызовы поселков спутник и авиатор. Это особенно актуально сейчас, в период возросшей заболеваемости ОРВИ. Они будут обслуживать и взрослое, и детское население. Спутник достаточно, и авиатор активно разрастаются, увеличивается и численность населения. На данный момент это порядка 7 тысяч. И достаточно большой зоной обслуживания. Это уже не первое вручение машин в этом году. Крупную партию распределили по районам еще весной. Тогда туда отправили 48 скорых и 15 передвижных ФАПов. До конца года для медиков планируется приобрести еще 5 машин. Тем временем Заринский, Троицкий, Целинный, Чережский и Кытманский районы получили новые школьные автобусы. Виктор Томенко подчеркнул, что по сути задача всех, кто собрался на площади в Барнауле, делать жизнь людей Алтайского края лучше, интереснее и богаче. И двигать таким образом развитие нашего региона вперед. Ну а чтобы вперед двигаться чуть побыстрее, можно пересесть на автомобиль. После вручения техники, небольшой осмотр машины, слова благодарности от руководителей учреждений. Главное тут тепло. Все-таки у нас в основном зимний период. Тепло, чтобы было и надежно ездить. Очень удобно от родителей, детей огромное спасение. Новыми авто будут пользоваться врачи, сотрудники соцзащиты, школы. А это значит, что время ожидания медиков сократится. Школьники будут ездить на комфортабельном транспорте, да и сотрудники соцзащиты станут чаще посещать своих подопечных. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Подходит к концу первая учебная неделя. Свыше 50 тысяч студентов Алтайского края в этом году приступили к учебе в вузах. Из них 11 тысяч – первокурсники. Их количество увеличилось на несколько сотен. Отчасти благодаря новым бюджетным местам. Их, кстати, по всей России насчитывается примерно 600 тысяч. Более 6% от этого числа досталось вузам новых регионов. Кстати, кроме того, 8,5 тысяч человек поступили на бюджет по квотам, связанным с СВО. Сейчас в стране учатся примерно 4,5 миллиона студентов. Сегодня день борьбы с прокрастинацией. Этот научный термин обозначает откладывание важных дел на потом. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, примерно у третьей россиян наблюдается эта проблема. Наша съемочная группа решила узнать у барнаульцев, как они сопротивляются этой пагубной привычке. Любите откладывать дела на потом? Очень. В последний день все делаю. Если признаться, да, часто, но задумываясь, что мы живем-то один раз, и надо делать все. Ну и в момент, когда есть свободное время. Поэтому заставляю себя. Иногда хочется полежать, посмотреть киношку, покушать. Мне 80 лет, я не ленюсь, я все делаю сегодня. Ну, стараюсь делать сразу. Жизнь одна, я поэтому стараюсь успевать это делать. А скажите, пожалуйста, а когда все-таки лень, как с этим боретесь? Лень через лень, через силу. Вот нужно было сегодня сделать зарядку, не хотелось, но я ее сделала. Пошла на работу. Какие советы дадите, чтобы бороться с прокрастинацией? Я знаю, что можно сказать себе раз, два, три и резко встать. И тогда сразу начнешь что-то делать. Ну, тут же все индивидуально. Кому-то помогает формальный план, который ты пишешь где-то себе на бумажке или на планшете, на устройстве, на гаджете. Кому-то помогает план в голове. Но выполнение галочек, да, безусловно, это облегчает, так скажем, шагание по жизни и по дню. Меня спасает это поговорить с собой. Наверное, поставить какое-то условие, как бы это грубо не звучало. Но сделаешь, если ты сделаешь это, то у тебя будет что-то в будущем. Ну, я сейчас каждый день хожу в тренажерный зал, один день кардио-тренажеры, второй день силовые упражнения. И меня это поддерживает. Держу себя в тонусе. И хочется делать все дела сразу? Да. Образ девушки с пшеницей в руках скоро украсит здание одной из центральных улиц краевой столицы. На фасаде корпуса аграрного университета в честь его 80-летия появится монументальная живопись. Как создавался эскиз мурала, какие возникли сложности и кому вообще пришла такая идея, смотрите в материале Юлии Щепиной. На здании общежития аграрного университета появились первые штрихи нового мурала. Он охватит весь фасад. Его высота составит 41 метр, а ширина 18 метров. Автор эскиза, художник Иван Ильющенко предпочитает называть это монументальной живописью. Были сложности по разработке эскиза, потому что сложно вписать идею, композицию в существующую среду. Но мы как бы все это дело преодолели. Поэтому, мне кажется, сейчас сложности не будет, чисто технический момент взять и нарисовать. На создание эскиза ушло около двух месяцев. Образ современной девушки со снопом пшеницы в руках олицетворяет сильнейший аграрный регион, перспективный и активно развивающийся. Будет вызывать эмоцию, что молодежь гордится таким нашим мощным, сильным аграрным регионом, потому что девушка обнимает хлеб, а хлеб – это основа жизни. Проект создан по инициативе и при поддержке Управления молодежной политики Алтайского края. Ранее в Барнауле уже открыли мурал Германа Китова на здании корпуса классического вуза, а в Рубцовске – мурал Олега Шипицына. «Девушка с пшеницей» пока самое крупное произведение, аналогов которому в Алтайском крае нет. Мы хотим сделать так, чтобы эта модель, если там QR-код будет размещен, и если у нас все получится, то наведя телефон на этот QR-код, модель будет находиться в движении. Мы, Алтай молодой, благодаря тому, что выиграли средства федерального гранта регион для молодых, у нас есть такая возможность делать такие вот вещи, как этот мурал, и, конечно же, наши краевые средства, и, безусловно, наши спонсоры. Подготовка к непосредственному созданию живописи шла с начала года. Да и здание именно Аграрного университета выбрали не случайно. Этот мурал появится в год 80-летия Аграрного университета. Это большой подарок для вуза. И самое главное, что эта картина будет украшать улицу молодежную, красивым, симпатичным женским лицом среди сельских пейзажей. На работу по подсчетам художника уйдет около месяца. А далее уже в этом году появится еще один мурал на стене корпуса педагогического университета, который также отметит свой юбилей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. У одних команд мастеров Алтайского края сезон в самом разгаре, а кто-то только начинает свой путь к золотым медалям. Так, завтра хоккеисты Динамо Алтай впервые за 17 лет на своем льду проведут домашний матч в рамках чемпионата ВХЛ. Далее спорт-обзор от Дмитрия Дроздова. Начнем с его величества футбол. Игроки клуба Динамо Барнаул продолжают свой путь на вершину таблицы во второй лиге. Белоголубые в гостях играли против торпеда Миас. И болельщики увидели так называемую ничейную гавань на табло 0-0. Динамовцы после этого поединка расположились на четвертой строчке в турнирной таблице. Ровно одно очко до топ-3. Заключительный матч первого круга Динамо проведет дома в субботу 9 сентября. Соперник Оренбург-2. Время начала матча 16.00. Был расчет на выход в быструю атаку. Но совсем получалось это. Где-то не доходили. Получается у нас передачи в штрафную площадь. Мало было обострения. Подготовку к сезону продолжают баскетболисты Барнаула. Накануне они провели товарищеский матч против соседей из Новосибирска. Большую часть времени хозяева ввели с небольшим преимуществом в 1-2 броска. Хоть игра и носила ранг, товарищеское напряжение было до последней секунды. Барнаул оказался результативней и выиграл эту встречу 77-76. Кстати, официальный сезон баскетбольный клуб Барнаул начнет тоже матчем с Новосибирском. Только в гостях. Сибирское дерби состоится 7 октября. Самое главное, что ребята как и в тренировочном процессе выкладываются и дисциплинированно все выполняют. Это им респект за это. А вот по-настоящему легендарное событие нас ожидает завтра на Читов-арене. Впервые за 17 лет Барнаул увидит игры чемпионата ВХЛ. Первый поединок уже состоялся. Динамо-Алтай в гостях проиграли 8-5 омским крыльям. Но на родной арене готовы исправиться. Нам преподнесли неплохой урок. Хотелось бы поблагодарить ребят, что не сдались. Играли до конца, забрали третий период в непростой ситуации. Да, не удалось снять напряжение. С парней где-то пропустили легкие голы. Но есть над чем работать. Будем готовиться. Следующим матчем мы должны стать сильнее. Свой первый домашний матч в чемпионате ВХЛ Динамо-Алтай проведет против Новокузнецкого «Металлурга». Игра состоится завтра, 7 сентября. Начало поединка в 19.00 на Читов-арене. Вот теперь алтайские болельщики увидят настоящий хоккей. Дмитрий Дроздов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...